Всем привет! Вы смотрите 10 серию из цикла общественный рельсовый транспорт Дюссельдорфа. И в прошлый раз подавляющее большинство из вас проголосовало за то, чтобы здесь выйти из С-Бана, который направлялся на подземную станцию, и поехать прямо на станцию Фернбанхоф, то есть вокзал для поездов дальнего следования, который находится рядом со взлетной полосой Дюссельдорфского аэропорта. Вот видите, здесь идет ответвление, один путь ушел в туннель, один путь идет прямо, и вот как будто бы мы едем теперь по этому пути, потому что кадров, когда мы действительно по нему едем, у нас нет, и если бы мы ехали туда, то ехали бы вот в такой красивой зелено-белой электричке С1 в направлении Дортмунда. И если бы мы вышли из этой электрички на следующей остановке, то оказались бы вот на таком вокзале. И вот вы видите уже как раз в торце что-то черное, и дальше свет в конце туннеля. Вот это как раз взлетно-посадочная полоса Дюссельдорфского аэропорта, которая находится прямо над станцией. В том числе здесь вот слева есть заделан еще один путь, сейчас там просто какая-то техническая дорога, поэтому та платформа, которую вы сейчас видите, это боковая платформа или береговая, а мы стоим на островной платформе, и еще здесь есть тоже одна платформа. Всего здесь есть шесть путей, из них четыре пути посадочные с платформами, и два пути скоростные, где поезда не останавливаются, а проходят мимо. И вот прямо это направление на север, в сторону Дюссельдорфа, а в сам городе Сельдорф, наоборот, в другую сторону. Там взлетают самолеты, взлетная полоса находится прямо над путями. Некоторые поезда проходят без остановки. Да, вот если ИЦЕ, если здесь остановится длинный поезд, то можно и здесь быть, здесь никто не запрещает. Продолжается платформа, так прохладно. Видите, здесь дополнительно даже забор упореплен. Опоры забора еще дополнительно поддерживают сами этим. Здесь еще какой-то, видите, проход здесь, как будто люди спасаются через него или чего-то. Здесь какая-то большая стройка. Действительно, здесь рядом со станцией идет большая стройка крупного офисного здания, которое будет отличаться тем, что там берегут окружающую среду и там что-то такое. Много рекламы на этот счет. Кроме того, там будет построена еще и станция Убана, то есть метротрама. Линия У-81 когда-то дойдет сюда, до этой станции, в том числе пройдет через сам аэропорт, через его основное здание. И когда-нибудь мы об этом расскажем, когда эта линия откроется, скорее всего, в 2024 году. Интересно, а зачем сделан такой коридор? То есть, по идее, люди просто уходят в этот коридор, да? С платформы. Ну да, чтобы их ветром не сдуло или чего, да? Какой-то странный такой коридор. Сейчас туда покажу просто, что люди просто там выходят. То есть, над нами находятся самолеты. Вот здесь все закрыто. Колючей проволокой пройти нельзя. Здесь останавливаются как поезда региональных экспрессов, так и С-БАНа, городской электрички, так и поезда действительно дальнего следования Интерсити, Интерсити-экспресс. Всего около 300 поездов в день. В том числе и поезда, которые не принадлежат компании Deutsche Bahn. А вот как этот поезд от Уэробан. Или, например, также другая частная компания обслуживает линию Рейн-Рульских экспрессов RRX. На котором мы сейчас немножечко проедем, а заодно и посмотрим этот поезд внутри. Это RRX. Ну, хочу отметить, что станцию эту открыли в 2000 году. На торжественном открытии присутствовал тогдашний канцлер Герхард Шрёдер. И вот с 2000 года здесь останавливаются поезда. Сейчас войдем здесь в последний вагон. Тут народу немного, да? Последний. Давайте посмотрим туалет. На Сарье 5 на Коблинс. Открой, пожалуйста, туалет. Посмотрим, что там внутри. Потом выглянем. Вот такой. Очень приличный. Большой зеркал. Да. А лестницы здесь нет, да? Здесь нет второго этажа. Нет. Это одноэтажное все. Головные вагоны, они одноэтажные. А остальные вагоны как раз двухэтажные. Мы сейчас еще двухэтажный вагон посмотрим. Вас же хочу попросить сравнить это все с экспрессом в аэропорте Шереметьево двухэтажным, который ходит в Москве. Пишите в комментариях, похож РРХ на Аэроэкспресс или нет. Итак, мы отправляемся от станции Дюссельдорф-Флюкхаффен-Фернбанхофф. И вы здесь коротко видели пути подвесной дороги Скайтрейн, на которой мы еще проедем в рамках нашего цикла видеопередач. Итак, вот так выглядят внутренности нашего поезда Рейн Рурский Экспресс, РРХ. Мягкие достаточно кресла. Такая немножко загнутая лестница на второй этаж. После подъема по лестнице здесь боковые такие несколько сидений. И дальше опять идут сидения по два человека. Некоторые в одну сторону направлены по ходу движения, некоторые в обратную сторону. И то же самое с другой стороны вагона. Есть также и одноэтажная секция, где также можно ехать на первом этаже. Вот как вы видите впереди, там находится еще один туалет. Рейн Рурский Экспресс будет ходить между крупными городами вот вокруг Дюссельдорфа, такими как Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Ахен и многие другие. И планируется постепенно увеличивать количество этих поездов, уменьшать такт между ними. Потому что они пользуются большой популярностью и как раз используются в тех местах, где большие пассажиропотоки. Вот видите, сюда можно в этот первый этаж попасть без ступенек, что очень важно для маломобильных. Вот тут план всех этих линий, не только РРХ. А мы с вами выходим, но опять-таки катапультируемся, можно сказать, телепортируемся обратно на станцию Дюссельдорф-Унтеррад. В действительности мы, конечно, так не ехали, но как будто бы наш Рейн Русский Экспресс сделал на ней остановку. Вообще-то он ее проезжает без остановки и следующая остановка после станции у аэропорта сразу главный вокзал Дюссельдорфа. Но, допустим, мы здесь остановились и сели опять в Эсбан и едем теперь на подземную станцию в Дюссельдорфском аэропорту. Вот здесь опять стрелка, да, и уходим мы вниз наоборот. Видишь, и пошли вниз. Вот поворот под землей уже налево. Ну, не под землей, а в такой выемке. И, кстати, именно в этой точке будет построен еще и туннель метро-трама под этой выемкой Эсбана, который придет потом в сторону вокзала около взлетной полосы. Довольно крутой поворот. Сейчас над нами будет Швейбе-банк. Как это называется? Ну, еще вот эти поезда на SkyTrain. Да, да, да. Сейчас пойдет. Здесь когда-то была временная платформа, которая использовалась, когда был большой пожар. Да, в Дюссельдорфском аэропорту в середине 90-х был большой пожар, после чего работал аэропорт этот, можно сказать, из временных палаток. И тут была временная станция. Вот вы видите как раз эстакаду вот этой подвесной дороги SkyTrain. Мы еще обязательно проедем на нем, когда уже будем заканчивать наш цикл передач. И вы можете выбрать, как скоро мы это сделаем в конце этого видео. Напоминаю, что вы решаете, куда ехать в этом цикле. Ну, а если вы смотрите уже намного позже, то следующая серия указана в конечной заставке в конце каждого видео. Итак, мы уже сейчас на территории аэропорта. Вы видите много многоэтажных парковок здесь. И мы спускаемся в туннель, где тупиковая находится подземная станция. Тут два пути, но используется только один обычно для движения. Езжаем на станцию. Раньше сюда приходили поезда еще и со стороны Дуйсбурга. Но с открытием в 2000 году, вот как раз станции, которая находится под взлетной полосой почти, что движение сюда осуществляется только со стороны Дюссельдорфа. Эта подземная станция была открыта еще аж в 1975 году. И вид у нее сейчас, как вы увидите, соответствующий. Здесь можно не спешить выходить. Поезд здесь стоит долго, прежде чем отправиться с этого же пути обратно. Никаких оборотных тупиков здесь не построено. Зачем здесь люди по лестнице поднимаются, если можно пройти там? Вот так выглядит станция Флюка-Хунтерн. Этот путь почти не используется. Даже заржавело немножко. Ну, а он оборачивается в основном по этому пути и все. Здесь народ какой-то ссыт. Или это капает. Не, вот РЕ-4 сюда приезжает 4.25 ночи. Да. Из Ахина. Есть такой поезд. Раз в сутки. Да, вот здесь сразу напрямую пересадка по типу сухие ноги, говорится. Прости. Ну, без выхода на поверхность, на улицу. Не промочишь ноги никак. Ну, а самая главная пересадка, это без единой ступеньки. Да, сейчас нам никто не мешает. Здесь довольно всегда тихо и безлюдно. Но пусть это вас не смущает. Наверху все-таки пассажиров много. Не все они приезжают сюда на электричке, как мы. И плюс вот люди выходят. И следующая большая толпа здесь идет через 20 минут. Примерно в будние дни каждые 20 минут ходит сюда электричка из бана. Здесь мы можем подняться наверх вот по такому плоскому эскалатору, что очень удобно для пассажиров с сумками. Мы уже там обсудили с сыном по поводу того, что ночью, или точнее очень рано утром сюда приходят поезда, в том числе региональные экспрессы из довольно-таки дальних городов, там расположенных в радиусе 100 и более километров от Дюссельдорфа, чтобы люди могли посреди ночи поехать на них и успеть на первые утренние рейсы, там в 6 утра. Вообще, аэропорт Дюссельдорфа, чтобы не шуметь по ночам, потому что находится он в плотной застройке, работает только с 6 утра до 22 часов. Следующая 11 серия нашего цикла будет последней, но несмотря на это у вас есть выбор, что делать дальше даже сейчас. Либо мы здесь вот поднимаемся наверх к поездам SkyTrain, подвесной дороги, и едем по ней до вокзала с поездами дальнего следования, смотрим все из поезда SkyTrain, как все выглядит, и заканчиваем наш цикл именно там. Это первый вариант. Конечно, вот здесь просто интересно, что сразу попадаешь в Макдональдс, здесь сразу попадаешь в зал прилета, без всякого контроля, как в России, да, этого сумок, прям на входе в аэропорт. Тут же магазин большой, продуктовый. И этот продуктовый магазин работает и по воскресеньям, в отличие от других магазинов в Германии, которые обычно по воскресеньям закрыты, согласно соответствующему закону. Ну и прежде чем рассказать о втором варианте, который вы можете выбрать при голосовании, напомню, что голосовать вы можете в течение пяти суток после выхода этого видео. Ссылка на голосование будет в первом закрепленном комментарии или в описании. И действительно наш цикл заканчивается, но выбор, как я уже сказал, у вас по-прежнему есть, так что обязательно голосуйте, не забывайте это делать. Прижмут. Какие-то столбы. Это что-то для безопасности, что ли, чтобы не въехали сюда. Наверное. Такого не было, да? Точно, да, видимо. Да-да, чтобы террорист не въехал сюда. Вот это более важно, чем проверка на входе, потому что все равно ничего не даст. И вот вторая возможность. Прежде чем проехать на подвесной дороге на дороге SkyTrain, я знаю, многие ждут этого знаменательного момента, мы посмотрим стройку станции, котлован станции, метротрама, будущей линии У-81. Но учтите, что если вы за этот вариант не проголосуете, то эти кадры войдут в полноценное большое видео, которое будет посвящено открытию этой линии, которая, как я уже сказал, состоится когда-то в 2024 году, если не задержится. Поэтому решайте сами. Хотите вы смотреть эти кадры уже сейчас, или будете их смотреть намного-намного позже, а в эту серию видео они не войдут. В любом случае, без поездки на SkyTrain вы не останетесь. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до встречи в эфире.